Лаки, по его словам, не столь поддерживал идеи Трампа, сколь был против Хилари Клинтон. И в поддержку своего кандидата он отправил 10 тысяч долларов в группе на Reddit, занимающейся агитацией за Дональда. Печать маек, плакатов и прочие атрибутики. Но 24 сентября The Daily Beast опубликовала другую историю. Историю с заголовком «Палмер Лаки, без пяти минут миллиардер, Фейсбук секретно спонсирует машину мемов Трампа». Спустя пару часов новость разлетелась по сотням новостных сайтов и везде сохранялась основная мысль статьи. «Палмер» спонсирует методы влияния на избирателей, идущие вразрез с этическими и моральными нормами. И ни один журналист не стал связываться с Лаки, чтобы узнать его сторону истории. Конечно же, никто не отличал взгляды человека и компании, поэтому тут же... В Твиттере полилась горечь о том, что Окулос и Фейсбук поддерживают Трампа. Довольно быстро Лаки получил звонок от друга в офисе Фейсбука с советом искать адвоката. Но Лаки был спокоен, по законам Калифорнии никто не может быть уволен за политические взгляды. Тем не менее, адвоката он нашёл. Как можно скорее, Лаки хотел поделиться своей стороной истории The Daily Beast с коллегами и друзьями в Окулос. Быстро написав письмо, он отправил его в Фейсбук для внутренней публикации. Письмо прошло по цепочке вверх к начальству и был отказ в публикации. В связи с позитивным тоном к Дональду Трампу в письме. За пару дней история разрослась и стала включать в себя и девушку Лаки. СМИ её обвиняли в поддержке расизма, Трампа и прочих невзгодах. Фейсбук сообщили Лаки, что он не будет уволен. Но ему придётся опубликовать сообщение, срежиссированное Марком Цукербергом, в котором Палмер должен признать, что заплатил 10 тысяч, но не в поддержку Трампа, а в поддержку другого кандидата той же партии, Гэри Джонсона. Перед Лаки стоял выбор. С одной стороны, работа всей его жизни, ради которой он бы с радостью вернул 2 миллиарда Фейсбука, а с другой его политические взгляды. Палмер выбрал работу. Тем же вечером он упубликовал текст на своей странице в Фейсбуке. На Oculus Connect 3 Палмер Лаки представил контроллеры. Наконец, Oculus получили руки в VR. Контроллеры поступили в продажу в декабре 2016-го. Во время конференции впервые был показан проект Санта-Круз, впоследствии ставший Oculus Quest. Палмер не мог вернуться на работу. Фейсбук дали ему пару недель отпуска, потом ещё пару недель, а потом сказали, что решат после выборов. Многие компании, изначально работавшие с Oculus, продолжали сотрудничество, а некоторые открыто написали, что не нашли доказательств обвинений журналистов. В январе планировалась тяжба с Зенимакс, и Фейсбук решили отправить Лаки заниматься судом, нежели возвращаться на работу. Но ему разрешили побывать в офисе пару дней в декабре. Коллеги и друзья из Oculus, что работали с ним до слияния с Фейсбук, были рады ему, а вот более свежие сотрудники отказывались даже находиться в одной комнате с ним. На суде Зенимакс хотели 75% от 2 миллиардов, за которые были куплены Oculus, плюс 20% с продаж в течение последующих 10 лет. Зенимакс утверждали, что Джон Кармак, будучи работником Зенимакс, полностью создал софт, на котором работает Oculus, что является 50% от всего шлема. Железную же часть шлема Зенимакс разделили на 4 части – дисплей, оптика, эргономика и сенсор. Кармак добавил свой сенсор и лямку от лыжной маски, так что это половина шлема. Весь софт до половины шлема вот и 75%. Кроме того, Лаки, Кармака и Ирбе обвиняли в несоблюдении контракта о неразглашении. 1 февраля было вынесено решение. Из 58 пунктов, по которым Зенимакс обвиняли Oculus, большинство обвинений было снято. Но суд обязал выплатить 500 миллионов в пользу Зенимакс, за раскрытие данных и использование личной собственности компании. Из них 50 миллионов должен был выплатить сам Палмер Лаки и 150 миллионов директор Окулус Брэндон Ирбе. Вскоре была подана апелляция и спустя полтора года размер выплаты был уменьшен до 250 миллионов. Через неделю после суда Лаки собирался вернуться в офис и тут получил звонок от своего адвоката. Адвокат предупредил, что Фейсбук планирует уволить Лаки, не выплачивая ему всех денег за покупку Oculus. Лаки сказал, что готов отказаться от выплат, лишь бы вернуться в свою компанию. Но внутри он понимал, что дороги назад в Oculus уже нету и единственным шагом остается сражаться за свои выплаты. Адвокат объяснил, что единственным сценарием, где Лаки получит свои деньги, будет если он навсегда откажется от работы в VR-индустрии и подпишет документ о неразглашении истории того, что произошло внутри Фейсбук. Прошло несколько недель, Лаки пока не разрешали появляться в офисе Oculus. Все это время адвокаты Лаки и адвокаты Фейсбука решали будущее Палмера. Фейсбук хотели уволить Палмера без выплат. Лаки хотел вернуться в свою компанию к своим друзьям, но это уже не была его компания и, как он понял, уже не его друзья. Брэндон Ирбе отказывался с ним встречаться, ссылаясь на занятость. Нейт Митчелл, один из основателей Oculus, отметил, что в Oculus нету позиций для Лаки. Прошло 6 месяцев с публикацией той злосчастной статьи в The Daily Beast. Сотрудники Oculus так и не знали, где основатель и лицо компании. Внезапно во внутренней сети было опубликовано сообщение от Брэндона Ирбе. Как вы знаете, Палмер помог строить Oculus последние 5 лет вместе со мной, Нейтом и Майклом. Палмер не только помог создать компанию, но он также начал революцию в VR. Я хочу поблагодарить Палмера за его вклад, его последний рабочий день – это пятница. Палмер, ты всегда будешь другом Oculus. Спасибо. Сообщение было опубликовано в четверг. Лучший друг Палмера и первый сотрудник Oculus, Крис Дикус, написал недовольное письмо и опубликовал во внутренней сети. Он расписал то, что думали многие сотрудники компании. Никому ничего не известно. В Oculus было принято общаться друг с другом. Это была компания людей с похожими интересами, с похожими хобби. Они часто дурачились с коллегами и Лаки для снятия стресса. И тут, спустя полгода молчания, Лаки не работает в Oculus. Ему даже не разрешили прийти в пятницу в его последний день в офис. Кто заставил его уйти из компании, в которой он планировал работать всю жизнь? Facebook или Oculus? Или комбинация тех и других? Где хваленая прозрачность в общении с сотрудниками? Ответом пришло сухое сообщение от Брэндона. Мне ясно, что вам не безразлично. Наша политика не обсуждать подробности увольнений сотрудников. Вы можете связаться с Палмером и рассказать ему о том, насколько он был вам дорог. Спустя шесть недель Крис Дикус покинул компанию. Он присоединился к оборонному стартапу Unduril, основателями которого были Трей Стивенс, Мэтт Гриммер, Брайан Шимф, Джо Чен и Палмер Лаки. Осенью 2017-го Oculus объединяет контроллеры Touch и шлем Rift в одном комплекте и снижает цену до 399 долларов. Тогда же анонсирован первый мобильный шлем компании, Oculus Go, в сотрудничестве с Qualcomm и Xiaomi. Точно такое же устройство запущено в Китае под названием Xiaomi Mi VR. На январь 2019-го примерно миллион устройств было продано в мире. В сентябре 2018-го Oculus становится подразделением Facebook Technologies. В то же время анонсирован Oculus Quest, мобильный шлем с двумя контроллерами и шестью степенями свободы. В октябре Брэндон Ирбе покидает Oculus и Facebook. По слухам, это связано с отменой проекта Rift 2, над которым Брэндон работал некоторое время. Источник, близкий к Oculus, утверждает, что у Ирбе и менеджмента Facebook были разные взгляды на будущее линейки Rift. Брэндон хотел сделать более инновационное устройство, а Oculus более доступное. В марте 2019-го выходит Oculus Quest и неожиданно Oculus Rift S, шлем, разработанный с Lenovo. Оба устройства доступны за 399 долларов. В августе 2019-го объявил о своем уходе из Oculus последний основатель компании – Нейт Митчелл. Поприветствуем Oculus from Facebook.